Продолжим обсуждать эту бурную политическую неделю в Украине. Юрий Бойко сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Ну что, смотрите. Партии и коалиции, похоже, решили не обманывать друг друга, да, доверились. Сделали несколько кадровых, наконец-то, в общем-то, решили кадровые вопросы, к которым готовились несколько месяцев. Я имею в виду глав Национального банка, счетные палаты, амбудсмена назначили. Вот как по-вашему, это новая эра в коалиции, какого-то хотя бы минимального доверия, которое позволит им хоть как-то работать, или все-таки была разовая акция? Действительно, уровень доверия между остатками правящей коалиции, у нас как таковой коалиции нет, очень невысок, поэтому очень долго шли торги. Стороны пытались застраховать себя от обмана взаимного. Но беда в том, что в это время страдала экономика страны, поскольку пока не было руководителя Национального банка, пока все катилось по инерции, у нас высушивалась экономика, уменьшалось кредитование реального сектора, а вот это настоящая беда. Не было толчка. И мы не видим, что руководитель Национального банка, который назначен от остатков правящей коалиции, будет действительно независимым. Мы видим, что он будет подвержен влиянию и руководителя страны, и руководителей правительства, поэтому мы не голосовали. Мы считаем, что Национальный банк должен действительно выполнять две основные функции. Быть независимым. Это поддержка национальной валюты, с чем не справилось предыдущее руководство, уронив ее в три раза. И второе, это кредитование реального сектора экономики. Учетная ставка Национального банка сегодня 17%, а плюс проценты за комиссию, 23-24% кредитования, это вообще гибель для экономики. Поэтому у нас была абсолютно четкая позиция. Национальный банк должен быть действительным локомотивом экономики, а не политическим фактором. И предметом торгов. Понятно. Следующая пленарная неделя. Какие вопросы будут на ней важны для вашей фракции? Что вы будете отстаивать и что предлагать? Первый вопрос, который мы будем ставить, и я считаю, что он архиважен для страны, это пересмотр бюджета. Практика показала, что мы были правы, когда не проголосовали за правительственный вариант бюджета. Невозможно строить полицейское государство за счет пенсионеров. Об этом говорят все. Ободрали пенсионеров, увеличили выплату силовым органам, и люди по всей стране чувствуют себя обижены. Особенно это касается военных пенсионеров. Поэтому я буду наставить, чтобы был пересмотрен бюджет, снижены тарифы, уменьшены выплаты на силовой блок, а эти деньги отдали пенсионерам, отдали людям, которые требуют поддержки. Это касается, кстати, не только пенсионеров, а всех, кто требует поддержки государства. Все социальные выплаты практически с учетом инфляции уменьшены, а выплаты на силовой блок увеличены. Второй вопрос, это отчет правительства. Я считаю, что если правительство не представит внятное, понятное обществу программы выхода из кризиса, оно должно быть отправлено в отставку. Не имеет права работать больше почти два года кабинет министров, не отчитавшись за свою работу, и не показал, как будет развиваться экономика. Хвалить друг друга это одно, рассказывать, какие они хорошие, как они там друг друга оценят, а люди говорят совсем другое. Люди правильно оценивают, что правительство не помогает экономике. И мы это видим, и будем требовать отчета правительства. Вы говорите о повышении социальных стандартов, я думаю, социальных выплат, я думаю, этого ждут миллионы украинцев, но правительство выйдет и, как всегда, скажет, ну, у нас просто нет на это денег. Это правда или нет? Можно сейчас изыскать эти финансы? Нет, это неправда. Зачем было поднимать тарифы в 10 раз, сегодня снизив в два раза тарифы, меньше на 30 миллиардов надо денег на субсидии, эти 30 миллиардов можно направить на социальные выплаты. Выплачиваясь за рождение детей, за поддержку чернобыля, за поддержку инвалидов, военным пенсионерам, тем, кто действительно нуждается в поддержке. Второй вопрос. Зачем ходить за кредитами, зачем ездить в Международный валютный фонд, унижаться, просить кредиты, когда каждый гражданин Украины уже должен сегодня 120 тысяч гривен по кредитам. Если надо просто заниматься развитием собственной экономики, развитием связи с другими государствами, поддержкой отечественного производителя, выравниваем импортозамещение, всеми делами, вот это задача правительства. И деньги надо искать у себя. Ирина Анатольевич, на этой неделе появились новости о том, что Украина оказалась внизу еще одного глобального рейтинга. Это уровень счастья. Вот по уровню счастья мы в одной группе с самыми проблемными странами Африки. Как вы думаете, вот в чем причины того, что украинцы чувствуют себя настолько несчастливыми? Это произошло за последние 4 года. Действительно, у нас упал ВВП на душу населения, и мы находимся между Марокко и Зимбабве сейчас. Действительно, по уровню счастья, а это уверенность в завтрашнем дне людей, которая базируется на нескольких показателях. В первую очередь, это экономическое положение, это защищенность со стороны государства, это медицина, это обучение, это коммунальные платежи, тарифы. То есть, по всему этому комплексу, действительно, страна находится внизу, и люди серьезно обеднели. И когда нам говорят о том, что там правительственные успехи, там реформы и так далее, вот я им советую пойти послушать людей. Люди отзываются о сегодняшней власти, крайне негативно, люди не верят ей, и поэтому закономерно, что вот, ну, не ощущают люди поддержки со стороны ни правительства, ни власти в целом. Я думаю, что с этой властью уже толку не будет. Чем быстрее пройдут выборы, чем парламента, президента, чем быстрее будет отправлено правительство в отставку, тем скорее люди почувствуют облегчение. Эта власть себя исчерпала. Это видят все. Да, нерадужная пока картина вырисовывается из нашего сегодняшнего с вами разговора. Спасибо за ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блога, был гостем подробностей недели.